В Дагестане, как и по всей стране, уже третий день идет голосование по поправкам в Конституцию России. Свою гражданскую позицию выразил на избирательном участке номер 1105 Махачкале и глава Дагестана. Здесь, как и везде, весь процесс организован соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Отвечая на вопросы журналистов, после процедуры голосования, руководитель республики подчеркнул важность принятия решений по поводу поправок. Вы знаете, для меня это очень важное состояние. Объясню почему. Когда Конституция принималась, я уже был взрослым человеком. Я работал в МВД, в управлении по чрезвычайным ситуациям. Я видел, как развалился Советский Союз. Я видел, сколько несчастья, боли и горя это людям принесло. Написав тогда в Конституции, что мы социальное государство, мы же не написали, как это обеспечивается. Вот даже сейчас, смотрите, в решении президента были направлены правительство, наш бюджет, там более 2 миллиардов выделили из резервного фонда, на то, чтобы помочь людям в условиях эпидемии. Вот сейчас те предложения, которые инфицировал президент, они предполагают это, как один из моментов, но наиболее этих важных. Премьер-министр Дагестана Артем Сдунов также принял участие в процессе волеизъявления. С этой целью он посетил один из избирательных участков в Махачкале в одном из корпусов Дагестанского государственного университета. Мы всей страной принимаем сейчас очень важное решение. Это делаем коллективно, открыто. Я вообще в действующих поправках особое внимание вижу в социально-ориентированных вопросах. Действительно, каждый гражданин имеет право развивать свой родной язык, культуру. Это касается всех народов России. Очень важный вопрос территориальной целостности для нас. Все должны это понимать. В защите исторического наследия. С учетом того, что сегодня страна отмечает День молодежи, Артем Сдунов остановился отдельно на этой теме. Еще очень важный момент, который я хотел бы заметить. Большое внимание уделяется поддержке волонтерства, предпринимательства и молодежного. А сегодня День молодежи. Я хочу поблагодарить всех за самоотверженный труд волонтеров, которые работали в красных зонах. Работали с малымущими слоями населения, помогали. А первый вице-премьер республики Гаджимагомед Гусейнов пришел на избирательный участок, расположенный в здании медицинского колледжа. Он отметил, что принимается большое количество поправок, и каждый дагестанец найдет среди них важную для себя. Важно, когда ты должен высказаться, главное не промолчать. Вот это тот случай, когда очень важно любому человеку, дагестанцу, любому россиянину, любому ответственному человеку, ответственному за судьбу Родины, ему не промолчать. Ты должен высказаться, это каждого гражданская ответственность и каждая гражданская позиция. А в Серго-Калинском районе проголосовал по поправкам Конституции председатель Совета старейшин и ветеранов Серго-Калинского района Магомед Салом Магомедов. В действующей Конституции 1993 года произошли большие изменения, как в общественном сознании, так и в государстве, в мире. Посему те поправки, которые сейчас происходят, они закрепляют статус, прежде всего, что мне лично импонирует, она закрепляет статус социального государства нашей страны. В связи с пандемией коронавируса в этом году на всех избирательных участках приняты особые противоэпидемиологические меры. Перед входом на избирательный участок измеряется температура тела. Участки обеспечены одноразовыми масками, перчатками, санитайзерами, одноразовыми ручками, дезинфицирующими ковриками. Также есть разметка для социального дистанцирования. Напомним, голосование продлится с 25 июня по 1 июля. 1809 участков для голосования в республике работают с 8 до 20 часов. 1 числа в 20.00 голосование завершится, после чего начнется подсчет голосов.